Всем привет! В этом видео покажу вам замечательные красочные книги с иллюстрациями художницы Марии Павловой. И ещё я вам расскажу, о чём они все, потому что обычно эти книги очень ругают за содержание и очень хвалят за картинки. Поэтому буду вам немножко так пересказывать, о чём вообще произведение. Итак, ёлка, кот и Новый год. Вот. Крупными буквами написано, что художница Мария Павлова. И кто автор текста, можно узнать только вот отсюда. А здесь у нас написано, что Мартынова и Василиади. Написано в 2015 году, а иллюстрация тоже 2015 года. Кстати, вот эти котики, они не только в этой книге встречаются. Есть ещё издательство Речи Календари, там ещё что-то, какая-то продукция. То есть котики, конечно, они классные. И именно эту книгу мой ребёнок просто обожает. Она её по 10 раз на дню берёт с полки и листает. И больше всех ей нравится, конечно же, рыжий кот. Вот именно даже эта картинка больше всех нравится. У него тут глаза как живые. Мы даже помяли её уже, эту книжечку. Ну и, в общем-то, котики, я думаю, не нуждаются в том, чтобы о них говорить. Потому что так видно, что они очень красивые. Кстати, все эти картины, они нарисованы маслом. Видны прям в мазочке. Ну, очень, конечно, всё красиво. Итак, о чём же у нас рассказ? О том, как маленький котёнок обрёл дом. Всё это случилось под Новый год. В принципе, хорошая история. Мне лично понравилось. И, кстати, забегая вперёд, скажу, что мне все эти книги понравились. Хотя отзывы насчёт текста такие были противоречивы. Мне лично всё очень понравилось. И исполнение, и вообще содержание. Всё замечательно. Итак, значит, здесь у нас живёт такой важный кот. Апельсин. Он такой деловой. То есть, даже когда его зовёт хозяин, он не сразу поворачивает голову. Ну, то есть, такой он уже хозяин в доме. И всё замечательно. Но однажды, под Новый год как раз, хозяин его, когда возвращался домой, у него так получилось, что бантик на ленточке свисал, наверное, с ёлки. Ну, или как-то так. И маленький котёнок бездомный. Он увязался за этим бантиком. И потом, когда он уже дошёл с ними до квартиры, с ним до квартиры, его испугала лая соседская собака. И он как бы забежал к ним в квартиру. И вот они как раз встретились. Этот рыжий кот Апельсин, этот маленький котёнок. Но Апельсин, конечно, обалдел. Что это такое? И он почуял этот запах дворового кота. То есть, ему это тоже было неприятно. Ну, то есть, он такой очень, как вы поняли, сноп. Вот. Кстати, вот эта картинка, я уже говорила, кажется, что очень классная. Прям, наверное, одна из самых лучших в этой книге. Прям, ну, вообще. Итак, этот котёнок, он забрался под кровать. И там он, в общем-то, и остался. Ну, как-то так получилось, что Апельсин, он не проявил какой-то агрессии. А хозяин заметил появление котёнка уже потом. И Апельсин, кроме того, повёл себя по-хозяйски. То есть, он котёнку показал, где еда у них в доме, где что. То есть, в принципе, они подружились. Так получилось. Не было особого конфликта. Это о гостеприимстве. И о том, как вообще под Новый год случаются чудеса. Маленький котёнок, он обрёл свой дом. Он же ещё и маленький, поэтому Апельсин как бы взял над ним шефство, получается. Вот. Мне, конечно, очень нравятся вот эти виды Петербурга в окне. Но картины вообще очень прям, очень классные. Видите, маленький котёнок. Он жмётся к большому котику, и они вместе спят. Всё замечательно. История с хорошим концом. Я не знаю, почему эту книгу ругают. По-моему, замечательная история для маленьких деток. Много котиков, и очень всё мило и добро. И о том, что нужно заботиться о ближних. В общем-то, мне понравилось очень. Котёнка назвали в итоге Серпантин. Потому что он запутался в новогоднем Серпантине. Вот. Значит, это один вариант. Она стоит 300 рублей. А эти две книжки, они стоят 150-200 рублей. То есть, они дешевле идут в лабиринте. Итак, Воробей и Фокусник. Тут у нас уже такое всё прям французское. Такой французский колорит. Имена Робер, Жанн и так далее. Вот. Значит, здесь у нас про маленького воробья, который не хотел быть как все. Он хотел чем-то удивить других воробьёв. Хотел как-то выделиться. И когда он прилетел в сад, в котором стоял дом фокусника, и там были вот эти цирковые животные, он очень заинтересовался и сказал, что тоже хочет попасть в цирк. Все над ним смеялись. Какой-то маленький серый неприметный воробей. И он мечтает попасть в цирк. Но он всё равно не сдался. Он начал там репетировать. И так получилось, что Фокусник заметил какие-то его фокусы и решил включить его в программу. Нужно заметить, что конкретно этим летом Фокусник приехал домой грустный. Он обычно прижал домой на лето, кстати. Так вот, приехал он грустный. Из-за того, что ему сказал директор цирка, что его программа уже устарела, надо придумать что-то новое. И как раз-таки этот воробей и стал гвоздём программы. Вот. То есть, я не знаю, почему опять же это всё не понравилось людям. По-моему, очень хорошая история. О том, что даже маленький воробей может выделиться как-то. Но, в принципе, эта история учит тому, что не надо вешать нос, несмотря ни на что. Надо идти за своей мечтой. Если даже у воробья получилось, то и у тебя получится. Как вы можете заметить, опять у Марии Павловой шикарные котики. Но, кстати, эта книжка ребёнку понравилась меньше на данный момент. Она вся во внимании именно к той «Ёлка, кот и Новый год». Та прям фаворита. Это уже, ну... Но лично мне очень нравится. Она такая прям стильная, французская. Вот. Хорошая книжка. Я её рекомендую. Я не жалею, что я купила. И ещё Софья Макарова. Значит, это учительница, которая жила в 19 веке. И она сочиняла для детей сказки. И вот одна из сказок попала сюда. И здесь вообще, в отличие от этих вот двух книг, автор написан на обложке. И про неё рассказано как раз-таки то, что она учительница и всё остальное. То есть про других авторов не сказано. Кстати, я же не сказала, кто автор. Горобей-фокусник. Тоже мелким шрифтом в конце написано. Автор у нас... Надо ещё найти. Ольга Смирнова. 2016 год. Иллюстрации тоже 16-го года. Но книжка 19-го. Итак, «Рождественский фонарь». Опять же, много людей ругало текст. Тем более, что он написан в 19 веке. Там людям не понравилось, что бабушка огрела детей кочергой, например. Но мне лично очень сильно понравилась эта история. И я думаю, что она для вообще людей православных всем понравится. Ну, о чём здесь? О том, что была такая традиция, которую мы уже давно позабыли. Делать фонари рождественские. И вот детки решили попроситься вот к бабушке одного из их друзей. Я так поняла, я уже не помню, в Чулан или куда-то, чтобы пусть помастерить фонарь. Вот. Ну, в какой-то момент они там так запели. Видите, как они поют. Какую-то песенку рождественскую. Рождественскую, что ребёночка разбудили, и бабушка их за это огрела кочергой. Вот людям это очень не понравилось. Ну, а потом она начала вспоминать себя в детстве. Вот она в детстве. Как они тоже мастерили фонари. Все вместе собирались. И там приходили всякие барины к ним тоже. Она же пристянка была. То есть, в общем-то... Кстати, вы узнаёте фокусник из предыдущей книги, да? Видимо, один и тот же человек ей позирует художницам. И фонари, кстати, как ёлка-кот и Новый год тоже вот классные фонари у неё. Так вот, отвлеклась я. Она всё это вспоминала. И что лучше всех, значит, фонарь выходил, самый красивый, у Потапа Ильича. Он очень красивый, там, рисовал картины на этом фонаре. Вот. Всё это я воспоминания. Ну, текст, может быть, немножко бессвязный, но не то чтобы бессвязный. Здесь больше даже про воспоминания бабушки идёт. Но мне лично очень понравилось узнать про эти традиции. И вообще, там хочется даже расплакаться, если честно, в какой-то момент. Просто вот о том, что как всё быстротечно. Вот это такие давние времена. Мы сейчас читаем про эти давние времена. То есть, наверное, эти воспоминания, они чуть ли не начало 19 века, например. То есть, ну, вообще, мы в 21-м живём. Мне очень понравилось. И всё это в окружении вот этих картин, и эта деревня, эти дети. Я в восторге. И, конечно, я буду читать эту книгу своему ребёнку. И про кочергу меня вообще совсем не напрягло. То есть, ну, ничего страшного. То есть, я имею в виду, что... Я не то чтобы за это всё. Но это 19 век, что мы хотели. То есть, люди просто такие уже стали очень чувствительные слишком к таким моментам в книгах. Не дай бог, там кто-то кого-то съест, например, в детской сказке. То есть, даже к этому придирается. В общем, я советую. Все эти книги, все очень понравились. Хорошая художница и хорошее произведение. Спасибо. Спасибо.